Решение о финансировании и реконструкции главного здания Российской национальной библиотеки, возможно, будет принято осенью в рамках культурного форума. Сегодня об этом сообщил коллегам директор публички Александр Вислый. Речь идет об исторических корпусах книг-хранилищ, расположенных между Невским, Садовым, Переулком, Крылово и Екатерининским сквером. Возведенные Росси, Соколовым и Воротиловым, они образуют старейший комплекс построек общественной библиотеки в стране. Однако, в отличие от фасадов, внутреннее содержание корпусов давно не соответствует задумкам великих архитекторов. А что еще более важно, не отвечает современным стандартам и требованиям безопасности. Министерство по члену ситуациям, они придут к нам и скажут, вот теперь у вас есть помещение на Московском. А здесь у вас, там, где русский фонд, сейчас нет даже автоматизированного пожаротушения. Вы как собираетесь тушить, если тут что произойдет? Детальных проектов реконструкции главного здания РНБ пока нет. В архитектурном подразделении «Публички» до выделения федеральных средств решили разработать лишь концепцию. Она называется «Прозрачная библиотека» и предполагает, среди прочего, создание крытого атриума на месте одного из внутренних дворов. Эти площади будут использоваться для того, чтобы разгрузить исторические корпуса. Принципиально важно, что ни при каком проекте возможность полного закрытия комплекса и даже временного перемещения уникальных и старых изданий не рассматривается.